то есть мы сюда пришли зачем для того чтобы вам показать по моему лучшие машины потому что эти лучшие машины продавались у нас и были на первом месте а почему и нет то есть может быть и в этом году киа рео будет на первом месте и мы вам показываем новинки этого сезона новый киа рео и киа рео x-line которые можете купить здесь в компании урал авто который располагается на белорецком шоссе 17 это четвертое поколение киа рео киа рео киа рео началась с 2000 года и сегодня сейчас этому автомобилю уже 18 лет четвертое поколение очень неплохо продаваемый автомобиль по одной простой причине он настолько крут что и для начала начал продаваться соединенных штатах америки до америка была немножко другая и по сути событий в америке нужно было машина с большими двигателями и большина с небольшими двигателями так вот машина с небольшими двигателями она как раз поставлялась и в америку потом она и приехала сюда то есть зачем в америке нужно было тратить бешеное количество бензина не все имели такие средства а эта машина именно для этой цели работала сегодня сейчас супер автомобиль уж поверьте мне и сейчас я вам расскажу подетально что это за машина всех же заинтересует почему эта машина именно столько может пробежать пять лет или 150 тысяч километров пробега дать просто определимся за пять лет сколько вы намотаете ну я примерно матую 25 тысяч километров год то есть посчитаем 25 25 25 25 это не будет еще 150 тысяч километров пробега а кузов не ржавеет в течение пяти лет почему такое возможно да все очень просто здесь используются очень навороченные стали хорошие грамотные стали и они по сути из не гниют как вы можете убедиться обратившись да и вообще посмотреть на улице то есть вы видите те же машины еще и первого года нулевого года который замечательно ездит потому что это киа и она работает работает для вас практически не убиваемый автомобиль в действительности мы говорим о двигателях двигателей здесь в действительности очень много для разных слоев хотя в принципе надо понять что это не сильно большие двигатели ну это не два с половиной литра зачем это нужно по сути событий у нас скорость ограничено 90 максимум 120 километров в час еще найти надо на такой скорости можете будете кататься вот при этом в данном случае мы говорим о шестиступенчатом автомате при этом вам необходимо понять что если вы наконец-таки разогнались и вот шестая ступень воткнулась то бензина столько много не съедите другой вариант что конечно не для россии здесь ставились гибридные двигатели это тоже было очень неплохо то есть понятно даже о чем идет история вопроса то есть киа не стоит на месте она реально работает работает на вашу перспективу а мне кажется что это клево посмотрите внимательно я практически не могу достать до конца получается то есть моей руке это 170 сантиметров примерно представляете до расстояние и это расстояние по всему периметру автомобиля но что вы поняли насколько я сюда могу залезть вот пожалуйста я суда за могу залезть головой а сможете ли вы это сделать другую машину я в этом деле сомневаюсь но это для того кто понимает о чем речь идет то есть нас интересует хороший грамотный клиренс а он здесь присутствует мы говорим о машине да обратите внимание мы просто вниз встали и показали что нижние пороги обработан антикором то есть когда люди говорят о гарантии то есть надо понимать что гарантии почему работает для вас потому что все должно быть ровно то есть анти корма обработаны и вся нижняя часть и вы должны понять что это просто супер то что я не думаю что где-то в другом месте что-то бы так было бы обработано клево реально клево и мы смотрим какие здесь стоят диски на 16 195 на 55 на 16 но не сильно крутые диски не сильно наворочены естественно скажем так я бы сюда реально поставил бы еще чуть покруче то есть можно поставить 205 на 65 на r16 это будет вот так вот то есть машина приподнимется и к тому что здесь мы говорим просто у 75 миллиметров еще 10 миллиметров прыгнет вверх клево а то почему нет и тогда мы будем понимать что машина стала еще круче наворочен и в принципе на такой машине можно прокатиться до куда угодно в принципе за гребами почему нет хорошая машина вот я просто сел в эту машину и хочу вам кое-что рассказать первоначально конечно это не совсем все и для меня потому что я немножко чуть большего роста могу немножко подвинуться кроме всего прочего я могу немножко спиночку наклонить вот так мне больше будет так удобней чуть ниже естественно потому что хотя в принципе понятный результат да чуть чуть поднимемся вот так вот так будет то что доктор прописал к слову о том руль можно суть под регулировать давайте проверим руль вот регулируется вот вот это супер для меня теперь давайте определимся что внутри машины находится да ну во первых это кожаные сиденья может быть кожезаменители я не говорю что кожезаменители это не есть плохо поверьте мне в моих линкольнах кожезаменители руль чем круче чем кожа работает супер машина над что касаемо здешнего внутреннего оснащения но естественно вы сейчас будете чем заводить свою машинку вы ничем не будете заводить просто кнопочку нажали машина поехала вот что касаемо как я уже объяснял вот этот замечательный автомат 6 скоростной тоже клёво много много чего интересного здесь есть в действительности то есть когда мы садимся в эту машину мы о чем должны понимать что что машина работает для нас и мы с ней должны жить спокойно и ровно безо всяких тараканов и косяков мы так здесь и будем жить то есть я не говорю что есть какой-то сверх богатый двигатель но в принципе то что доктор прописал вы же понимаете что у нас творится да мы бы хотели ездить на хороших движках а нам почему-то это дело не дает делать ну да ладно не в том судьба видать наша что же касаемо здешнего внутреннего оснащения то есть все примочки естественно ебд и abs это все есть наличие кроме всего можете спокойненько по телефону поговорить это тоже есть возможность кнопочку нажимаете громкость можно также с этого все прибавить тема весьма интересная также можете спокойненько поднять и опустить то есть когда мы видим что человек в машине начинает разговаривать вы не думаете что он просто беседует вопрос по телефону беседу господа мои мы это конечно не то больше нравится когда вот сотик беру свой такой вот и болтаю да а здесь кстати для сотика есть место вот сюда его спокойненько опустили конечно мой сотик такой весьма прикольный немаленький но для мелких сотиков смысле для меньшего размера для мобильных телефонов никаких проблем просто положили к слову о том что вы если сильно что-то себе захотите послушать вы может через aux прицепиться или через usb никаких проблем то есть не избит цепляете маленькую такую штучку и там ну допустим если вы usb 256 гигабайт я не думаю что вы за один год вы прослушаете aux пожалуйста 220 вольт и напряжение такое весьма интересное полностью климат-контроль здесь присутствует кроме всего прочего здесь а вот мы сейчас будем о чем говорить я обращаю ваше внимание на то что подогрев и лобового стекла присутствует также здесь присутствует подогрев передних и задних сидений прямо здесь не смонтированы кроме все прочих зеркала тоже подогреваемые ну чем это неплохо то это очень даже естественно хорошо давайте вот про это штуку определимся да то есть это есть медиа центра медиа центр conclude включаемой камеры заднего вида то есть если вы назад поехали камера заднего вида включается и вы посмотрите куда ехать тоже клево тоже клево это же круто кроме всего прочего здесь есть еще карты с навигацией. Кроме всего прочего, здесь еще дополнительные карты, чтобы они вам объяснили, куда ехать-то и нельзя. Ну, ну, ребят, ну, ребят. Если вы что-то можете найти подходящее, ну, я не знаю. Цена вопроса. Вот с ценой вопроса мы определимся. То есть, давайте определимся. Нам говорят, что в городе присутствуют очень дорогие машины. Стоят ли они того? Ну, я не знаю. Я не знаю, стоят ли они того. Все-таки цена вопроса. То есть, если мы хотим дружить с фирмой Киа, которая здесь располагается на Беворецком шоссе 17, мы должны понять, что даже покатавшись, даже получив кстати, не с абсолютно дорогой обслуживание, можно эту машину здесь потом и сдать и купить себе новую. То есть, представляете, да, мы должны дружить с фирмой Киа, потому что это очень хорошо для нас. А вот теперь я бы хотел посмотреть, что, допустим, за моей спиной находится. Потому что, ну, вы прекрасно понимаете, да, я практически хорошо откинулся, мне вот шикарно и хорошо. Во мне 100 килограмм веса, сантиметров 175 я расту. Вот давайте чуть дальше отодвинемся. Это не для меня, естественно. Если еще и опуститься. Вот просто подальше отодвинемся. То есть, я так понимаю, что сюда спокойненько зайдет и достаточно человек под 2 метра, если не больше. Неплохая штучка, поверьте, неплохая. И проверим, что за моей спиной. Как я лично сяду за собой. Ну, то есть, понятно, да? То есть, я максимально хорошо отодвинулся. Могу ли я на задней так же работать? Так, ну, а в принципе, чего нет, да? То есть, ну, большой человек сидит. Да и мне тут тоже неплохо. То есть, я могу спокойненько так же сесть на заднем сиденье. Кроме всего прочего, не надо забывать, что у меня сиденье тоже подогреваемое. Что, кстати, не на всех моделях присутствует, да? Теперь возникает вопрос. Можно ли здесь посидеть в... троем? Вы же понимаете, что это машина пятиместная. То есть, давайте сейчас я проверю. На себе, естественно. Ну, в принципе, можно здесь посидеть в пятером сзади. То есть, здесь спереди двое, а сзади трое. Единственный вариант. Так, чтобы, знаете, ну, если сзади будут люди сидеть, то оптимальный вариант два мужика сзади и женщины. Ну, потому что, вы представляете, мужики какие? Практически касаемо саживать в плечах. Можно и в пятером, в троем сзади сесть. Ну, тоже вариант. То есть, если вы, допустим, поехали куда-то, да? Почему я сейчас говорю? То есть, вы спокойненько можете сказать, что на заднем сиденье можете поместиться и в троем. Только перед тем, как вы посадите людей, это называется бляблокар. Блаблокар, точнее. Да, там, бляблокар. Да. Еще раз говорю, бляблокар. Вот. Там еще много есть вещей, в которых вы машину можете себе использовать. Потому что, ну, что по дороге ехать? А тут с человеком посели, пообщались, едете спокойненько. На длинное расстояние машина про это и легко, и вообще никаких проблем с ней не будет. Ну, и спокойненько еще деньги решили заработать. К слову о том, допустим, вы, наверное, задумались о цене нашего бензина, да? Что он не самый дешевый. Тогда, допустим, можем ли мы эту машину переделать на газ? Да легко. То есть, в принципе, машина неплоха. Реально неплоха. То есть, обратите внимание, вот во мне, допустим, метр семьдесят пять. А вешу я, а вешу я практически сто килограммов. То есть, я здесь в багажнике размещаюсь вполне легко. Вы помните, да? Недавно киношка такая была, где девушку постоянно в багажнике прятали. К ней еще одного человека положили, и это был багажник Линкольна Танкара. Это очень крутая машина. Так, в принципе, и здесь также можно положить и девочку, и мужчину. я спокойненько вот сейчас вырезу, да? Пока я выложу, вы должны понять, что если это багажник для меня, то вот туда сбоку можно поставить замечательный столь литровый газовый баллон. Спокойненько войдет, никаких проблем. Еще места под запаску захватит. Ну, а если вы хотите под запаску что-то положить, открываем, спокойненько багажник. Так, открываем ее. Вот видим стандартную запаску на 16. То есть, в принципе, сюда можно поставить и хорошую большую докаточку туда вложить, а сверху, допустим, запаску. Ну, это ваши проблемы, что можно поставить. И, в принципе, тогда вы получаете максимальное удовольствие. То есть, машина в результате экономит ваш бюджет. И очень хорошо, потому что двигатель небольшой. Двигатель небольшой и очень-очень мощный. Когда мы говорим слово Kia. То есть, мы же не говорим, что она выпускает только седан. Ну, почему нет? Седан это Rio. Седан это Optima. Седан это Stinger. Есть седаны. Есть хеджбеки. Вот, замечательно. Ну, и хеджбек тут немножко по-другому. То есть, это X-Line. Тот же Kia Rio, но X-Line. То есть, ну, понятно, да? Открываете спокойненько и складываете все, что должно быть сюда, вовнутрь. Ага. А еще вам необходимо что-то положить сверху. Ну, такой час, случается. То есть, можно поставить вот на этих X-Line уже стоят дуги. То есть, спокойненько ставите вот туда. Ну, можно от Kia тоже поставить. Вещь прикольная, да? И спокойненько сверху что-то складываете. Ну, то есть, можно хороший бокс поставить. Кроме всего прочего, можно также привезти куда-нибудь на отдых велосипеды. Никаких проблем ставьте. Кроме всего прочего, можно и лыжу положить. Никаких проблем нет. То есть, машина просто создана для того, чтобы получили в удовольствие. Ну, есть, естественно, тут и другие. Типа универсалы. Типа универсалы. Это типа джипа. Очень хорошие машинки. Но об этом мы будем говорить в нашей другой программе. Они тут все неплохие машины. Все. А когда мы говорим о надежности, то по сути есть в городе только одна фирма в топе круче. Топ это Лексус. Цена Лексуса, так он в разы больше этих моделей. Хотя крутизна в точности такая же. А давайте вспомним о завоевании той самой страны. Страны с хорошими машинами, с большими, естественно. И вот была такая штука. То есть, пришла одна контора из Японии. Что они сделали? Они били по низам. А потом стали круче Онова. Так делали и японцы. Так работает Киа. И вы посмотрели. И это супер машина. Да, естественно. Мы вам потом их естественно и покажем. То есть, давайте определимся. Что и у меня тоже возникают небольшие проблемы. Батарейки немножко садятся. Но ничего. Скоро-скоро. Батарейки будут очень хороши. И проехать отсюда далеко-то и не надо. Прям выехали спокойненько и прокатились. Потому что, где располагается компания Киа? Белорецкое шоссе 17. Расстояние отсюда и до маршрутки это ровно 70 метров. То есть, маршрутки здесь ходят постоянно. Мало того, вы сюда можете машину поставить, допустим, в ремонт и уехать спокойненько на работу. Никаких проблем нет. То есть, Белорецкое шоссе 17. То, что доктор прописал, вы смотрите и получаете результат. Получаете гарантию качества. Потому что, мы вам говорим, что Киа Риа, я буду думать и по сути событий так и является, что она является лидером в продажах. И будем надеяться и в этом году и дальше мы будем работать и думать о Киа Риа по одной простой причине. Качество и сервис. И все это очень даже неплохо. И поэтому сегодня то, что вы посмотрели, это Киа Рио X-Line и новая Киа Рио. Замечательные машины, уж поверьте мне.